Всем привет! С минуты на минуту вас ждет порция самых свежих новостей студенчества. В эфире долгожданный выпуск Универ Ньюса и я, Леана Санамян. Смотрите сегодня. Осторожно, вирусы! Ученые Гарварда определяют вирусную историю человека по одной капле крови. На волне изменений в КФУ реорганизовали очередной институт. Имя им – волонтеры. Студенты КФУ принимают участие в самом грандиозном событии этого лета. В Казанском федеральном теперь будут готовить и АКУ предпринимательства. В структуре университета в скором времени появится Высшая школа бизнеса. Кто станут первыми студентами школы и чему их научат? Эти и многие другие вопросы обсудили на заседании ректората. В новом учебном году Казанский федеральный недосчитается как минимум еще одного структурного подразделения. Об этом стало известно на прошедшем заседании ректората. Своё существование прекратил Институт сравнительных исследований и модернизации обществ. Однако в небытие плоды четырех лет его работы не уйдут. Три ведущих научных центра института заработают на базе Института социально-философских наук, Института экономики, управления и территориального развития. Существенно преобразится и программа МБА КФУ. Её переименуют Высшую школу бизнеса. Вместе с названием сменится и содержание. Это реализация полного цикла высшего образования в сфере бизнеса и управления в соответствии с международными стандартами. От бакалавра до степени доктора. Обучение в нашей школе нацелено с учётом потребностей реального сектора экономики. Все программы, которые реализуются и будут реализовываться в школе, они будут именно строиться с учётом вот этих потребностей. А вот сюрпризы от приёмной комиссии КФУ можно опробовать уже через несколько дней. Приёмная кампания в этом году начнётся 19 июня. Как и раньше, документы на поступление можно подать онлайн. Более того, в ряде институтов появилась возможность дистанционной сдачи вступительных испытаний. Онлайн-экзамены доступны для поступающих из отдалённых регионов России. А их, как показывают предварительные данные, будет немало. Александр Александров, Леонард Довлетьяров, Универньюз. Мы давно и активно сотрудничаем с Колумбией. Но, как заявил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков на встрече с делегацией латиноамериканского государства, наш товарооборот с Колумбией может быть в разы больше. Сегодня в рамках визита в Казань делегация посетила и наш университет. Визит колумбийской делегации в Татарстан состоялся по приглашению Рустама Мениханова. Делегация во главе с руководителем Колумбийско-Российской торговой палаты Оскаром Лопесом Баланесом и полномочным министром посольства Колумбии в России Клаудией Самбрана посетили Казанский федеральный. Они осмотрели лабораторию Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Мы хотим выразить благодарность правительству Татарстана за приглашение. Мы впечатлены тем, какой высокий уровень условий для подготовки студентов и развития науки у вас достигнут. И надеемся, что наши отношения будут только развиваться. В состав делегации вошли представители колумбийского бизнеса. В частности, это компании в сфере туризма, в авиационной промышленности по обеспечению инженерных услуг, коммерциализации продуктов аграрно-индустриального сектора и в сфере строительства инновационных продуктов массового потребления. Гости высоко оценили уровень оснащенности нашего университета. Для нас появилось очень приятное впечатление, очень удивленное, что вы находитесь в такой уровне, и что все оборудование, которое вы пользуетесь, это ваше оборудование, которое вы в ваших предприятиях разработаете и выпускаете. Это очень интересное, очень оборудование. Леана Санамян, Эдуард Халиулин, Универ Ньюз. Команде Универ Ньюз всегда есть о чем тебе рассказать, поэтому специально для тебя мы находим самые интересные новости из всемирной паутины. Рубрика Веб Ньюз. На чемпионат мира 2015 в Казани продано порядка 100 тысяч билетов, и с каждым днем их становится все меньше. В настоящий момент в продаже еще есть билеты на синхронное плавание, а вот любителям водного пола стоит поторопиться. Казанские школьники обхитрили систему контроля за ЕГЭ. Они писали задания и ответы на них на стенках туалетов, куда проверяющие доступ не имеют. От находчивости выпускников пока пострадали лишь уборщицы. Изучить опыт татарстанских школьников в скором времени смогут их сверстники со всей России. Поездки в Казань могут стать частью школьной программы. Обязательными местами для школьных экскурсий также станут озеро Байкал и Карелия. Татарстан переживает нашествие насекомых-вредителей. От личинок горностаевой яблонной моли по всей республике страдают деревья, кустарники, заборы и даже автомобили. Совсем недавно казанцы стали очевидцами того, как гусеницы сожрали старенькую Волгу, припаркованную в одном из дворов. А вот героев следующей новости поджидала более приятная находка. Рабочие при строительстве теплицы в Лаишевском доме-интернате нашли клад. В сундуке были золотые и серебряные монеты начала 18 века. Яндекс запустил в интернете переводчик для татарского языка. Теперь пользователи могут переводить слова и фразы с татарского языка на 47 других и наоборот. Казанские федеральные посетили также представители Международной академии гражданской безопасности. И привело их в наш университет не просто любопытство. В Казанском федеральном будут готовить специалистов экстремальной медицины. Разговор об этом шел на встрече ректора КФУ Ильшата Гафурова с председателем Совета директоров Международной академии гражданской обороны Александром Орловым. В академии подчеркивают, что в Казанском федеральном лучшие условия для подготовки врачей, участвующих в спасательных операциях. Решили, что проект, который мы начнем, то есть несколько точек будет, и точка, которая по подготовке в области экстремальной медицины, она будет располагаться именно в Казани. В октябре мы планируем, что уже первые 10 приедут от сюда, со всего мира. А потом, когда заработать на полную мощь параллельно будет идти международная программа для бачила, так сказать, и мастер-дегри, вот и то же самое. То есть блоки будут, так сказать, медицинские у нас здесь располагаться. Химический институт имени Бутлерова – один из флагманов Казанского федерального. Поэтому представители крупных предприятий здесь частые гости. Чем химфакт заинтересовал представителей Казанского завода синтетического каучука, узнаем прямо сейчас. Химический институт имени Бутлерова посетили представители завода синтетического каучука во главе с Евгением Даутовой. Директор института Владимир Галкин совместно с заведующими кафедрой представил гостям новый корпус химиков. Это лаборатория, совершенные технологии и оборудование для выполнения практических задач. Также в ходе беседы был сделан акцент на том, что институту нужны химики и практики. Ну а теперь узнаем, что происходит в науке в целом. Слово Ралини Киряевой. Не теряя ни минуты, переходим к новостям науки в мире. Ученые из Гарвардского университета разработали технологию, которая позволяет узнать вирусную историю человека по капле крови. Когда в каплю крови, взятую для анализа, добавляют белки, антитела прикрепляются к соответствующим фрагментам. После этого ученые изолируют антитела и выявляют парные фрагменты, определяя, какими вирусами был заражен пациент. А в России одна из универсальных адаптивных реакций организма – вазомоторная реакция, то есть изменение просвета кровеносных сосудов. Влияние особенностей физиологии и психики здоровых людей на их адаптивные реакции изучают специалисты Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского. Они выяснили, что на расширение и сужение сосудов влияют вещества, которые синтезируют клетки эндотелия, выстилающие кровеносные сосуды. Работа эндотелия регулирует вегетативный отдел центральной нервной системы, от функционального состояния которого зависят и особенности личности, в том числе характера человека. И в заключении в Татарстане ученые Казанского федерального университета развивают технологию сжатия света до 10 нанометров. Это может повысить эффективность технологических процессов и облегчить нашу жизнь, построенную на использовании всевозможных приборов. Результаты этой работы будут использованы в полупроводниковой и оптоэлектронной промышленности для диагностики материалов и устройств на оптических частотах с нанометровым разрешением. Вот так все легко и просто, а на этом все. Набирает обороты подготовка волонтеров к чемпионату мира по водным видам спорта. Напоминаем, что чемпионат пройдет в Казани с 24 июля по 9 августа 2015 года. Для проведения 16 чемпионата мира по водным видам спорта привлечено 2500 волонтеров из России и зарубежных стран. Для того, чтобы стать частью команды волонтеров, нужно было заполнить анкету и пройти собеседование. На данный момент проходит подготовка данных волонтеров к чемпионату. Это прохождение наркотестирования в течение этой недели. Получается с 7 по 11 июня 2015 года. В дальнейшем это будет, конечно, процесс заселения иногородних студентов, который в основном большая часть. И дальше уже с 1 июля начинается со всеми волонтерами в подписании соглашения, выдача униформы и аккредитации. То есть с 1 июля по 24 все студенты будут проходить процедуры, определенные как раз подготовительного организационного момента. К настоящему моменту продано уже более 100 тысяч билетов на соревнования. Если вы хотите воочию увидеть соревнования такого масштаба, то поспешите в кассы. Около 7 тысяч молодых людей из 8 городов Татарстана смогли лично убедиться в том, что не обязательно покидать свой родной край, чтобы достичь каких-либо высот. Роуд-шоу «Мой город, мой талант» помогает юным жителям Татарстана добиваться своего и достигать новых целей. Роуд-шоу «Мой город, мой талант» – главная выставочная информационная площадка государственной программы, где талантливые, горящие разными идеями дети могут осуществить все свои мечты, создать собственные изобретения и просто найти новых друзей. С 18 мая по 3 июня проходила эта передвижная выставка. Мы стартовали в Елабуге передвижной выставкой «Мой город, мой талант». Эта выставка подразумевала посещение 8 городов в республике Татарстан, Елабуга, Набежный Челны, Нижний Камск, Кальмеческ, Чистопыну и так далее, с презентацией на территории тем ребятам, молодым людям из района, из города, возможности, которые есть у них для применения себя, для развития своего потенциала, таланта. Основной целью данного мероприятия является демонстрация молодому поколению, что таланты можно развивать и в родном городе. В 8 городах республики организаторы дали возможность молодым людям, их наставникам, родителям и экспертному сообществу оказаться в дружеской атмосфере, где каждый заинтересован научиться чему-то новому. Роуд-шоу «Мой город, мой талант» — это не просто проект, это целая жизнь для меня. Новая жизнь, насыщенная, интересная, и именно благодаря этой жизни я вижу свое будущее. Участниками роуд-шоу стали около 7 тысяч молодых людей в возрасте от 12 до 30 лет, 270 педагогов, экспертов, наставников, 380 родителей. Было представлено более 220 предприятий, ведущих учебных заведений и организаций, предлагающих возможности развития для татарстанцев. Зачем уезжать в другие города, когда развиваться можно и в своем родном городе? У тебя еще есть возможность подать заявку на участие в летней молодежной школе «Открытие таланта», которая пройдет с 23 по 28 июня 2015 года. Не упусти такую возможность. Аделя Валеева, Семен Воронов, Универньюз. А на этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»